Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет видео о нас, о русских, о славянках. Меня часто спрашивают, а что ваш муж думает по поводу русских женщин, славянок? Почему он выбрал именно вас, то есть женщину-славянку, а не француженку? Итак, есть мифы, есть стереотипы. Я уже не раз про это вам рассказывала. Но есть критерии, которые на самом деле подчеркнул мой муж. И, наверное, он как бы подтвердил то, что я думала. Если говорить о внешнем виде, то русская девушка представляется французом все-таки утонченной, очень женственной девушкой, которая ухаживает за собой, которая женственная, любит одеваться. Также существует стереотип, миф, что все русские женщины-славянки светлые, со светлыми волосами, блондинки, с голубыми глазами, со светлой кожей и со щечками. Ну, нужно как бы развеивать эти стереотипы, естественно, пытаясь разговаривать с французами, с моим мужем, со свекровью. И я, естественно, рассказывала, что в России, как и на всем земном шаре, есть и блондинки, но есть и очень красивые, очень ухоженные, очень элегантные брюнетки. Поэтому не нужно всех славянок, хотя, наверное, все-таки их большинство, записывать в блондинки. Что же, какие качества привлекают вот именно французов, французских мужчин в русских женщинах? Тех качеств, которые, наверное, не найдешь в француженке, в современной француженке. Ну, во-первых, это, естественно, красота. Про это мы уже поговорили. И это ухоженность, что русская женщина, она любит следить за собой, она любит одеваться, она придает этому достаточно большое значение. И с такой женщиной рядом не стыдно. Естественно, когда все в меру, когда не слишком короткая юбка, не слишком высокие каблуки, не слишком яркий макияж. Но французы, я могу сказать по своему опыту, если им что-то не нравится, то они в корректной форме, естественно, тебе про это намекнут, про это скажут. Рациональность, что если русская девушка чего-то хочет, то она не будет ходить несколько лет, несколько часов, несколько месяцев вокруг, она сразу тебе все скажет. Незамедлительно и прямо линейно. Не знаю, с этим, наверное, можно поспорить, но все-таки вот когда я приехала во Францию, мне очень часто французские мужчины говорили, что я категорик, то есть слишком категоричная. Для них это, наверное, не свойственно, что на самом деле вот мы любим правду и не любим ходить вокруг да около, что если сказать что-то, то нужно сразу сказать и высказать свое мнение, чтобы это не лежало, то есть не томило тебя на душе камнем, не висело. В общем, для них это категории, потому что француженки, они такие вокруг да около, они еще сто раз подумают и скажут только через год. В общем, вот такая рациональность, открытость и уверенность, наверное, в какой-то степени в себе. Наши женщины оккультуренные, культурность наших женщин. То есть все-таки я считаю, что в России очень хорошее образование. И наши женщины, приезжая во Францию или в Европу, выходя замуж за иностранца, они могут поддержать разговор. Они любят классическую музыку, они хорошо начитаны, они знают авторов, знают писателей и так далее. То есть они могут поговорить и о Мапасане, и затронуть в теме Дюма, поговорить о какой-либо картине в Лувре. То есть вот эта оккультуренность, она все-таки чувствуется в русской женщине, в русской девушке. И это на самом деле здорово. Вот все-таки если затронуть отношения мужчины и женщины, то, наверное, здесь внимательность. Внимательность – это умение быть рядом, умение поддержать мужчину в трудную минуту. То есть всегда быть рядом со своим мужчиной, не отталкивать его, как вот часто делают француженки, в трудную минуту. Поженились, все было здорово, стабильная ситуация, экономическая, дети, машина, дом, муж теряет работу, все, ты мне не нужен, я нашла другого. Все-таки русская женщина, она воспитана по-другому, и очень часто она будет поддерживать мужчину, она будет выводить его, они будут вместе. И в пир, и в мир, и в трудные времена, и в счастливые времена они будут всегда вместе, они будут командой. И все-таки, наверное, каждому мужчине хочется знать, что при любой малейшей трудности женщина останется с ним и просто-напросто не бросит его. Ну, естественно, это ценности, культурные ценности, семейные ценности, которые все-таки как бы в нас с самого детства закладываются. Француженки, они больше феминистки, мы же больше ближе к семье. Для нас семья, дети, муж, это важная составляющая нашей жизни. И для нас семейный очаг это очень важно. Дом, дом как крепость, как уютное гнездо. Там, где мы создаем красоту, там, где вкусно пахнет, где дети опрятные, красивые, красивая, чистая, отглаженная одежда. Вы сейчас можете поспорить со мной, но для мужчины, как бы они говорили, что нет, все-таки это, ну, на семью, на быт это наносит свой отпечаток. Естественно, есть мужчины, которым на это наплевать, есть мужчины, которым этого не нужно, и они любят спонтанность, борды личности, такую французскую, да, французский пофигизм. Но все-таки французы, они уважают наши традиции, то, что мы умеем праздновать праздники, то, что мы умеем готовить, то, что мы умеем содержать дом в чистоте, то, что мы умеем приглашать гостей. И самое главное, наверное, то, что русская женщина, она, в принципе, женщина с большой душой, с открытым сердцем, она умеет прощать, и она умеет в какой-то степени ждать. Поэтому для французов, как и для других мужчин, это надкладывает свой отпечаток. Естественно, есть те стороны, у которых мой муж как бы с улыбкой, я говорю с улыбкой, высказывается, ну, отрицательно, да, что иногда он называет меня нетерпеливой. Ну, я вот сказала о терпении русских женщин в каких-то моментах, когда тяжелая ситуация в семье, нужно переждать. Но бывает, что мы нетерпеливы в таких мелочах, да, женских, что нам нужно все и сразу, в то же время нам нужна отдача. Мы ждем от мужчины, возможно, большего, чем мы ему даем, или в той же равной степени. То есть все мы родом из детства. Как нас воспитали, так и мы ведем себя с нашим мужчиной. Если мы видели папу и маму, то мы непроизвольно делаем кальку, да, на своего мужчину. Если папу мы уважали, если он был для нас эталоном мужским, то мы хотим видеть эти отголоски в нашем мужчине, французском, русском или тогда, ну, неважно в каком. И, да, вот это вот, возможно, категоричность, что я сразу все высказываю. Поначалу мне очень часто говорили, что я мало улыбаюсь, что я даже сейчас, что когда я разговариваю, как будто я разговариваю на повышенных тонах. И сколько бы я не объясняла, что это наш тон, такой тембр, звук русского языка, они многие не понимают. Вот я разговариваю с сестрой по телефону, да, и ты-ды-ды-ды-ды-ды для них, вы что, ругаетесь, он мне говорит? Я говорю, да нет, мы просто разговариваем просто так вот быстро. Вообще русский язык достаточно быстрый, достаточно экспрессивный. Ну, в общем, о минусах, наверное, минусах, то, что французы считают минусом, ну, минусом в кавычках в русской женщине. Можно, конечно, по этому поводу пообсуждать. Напишите мне в комментариях, если такая тема вам понравится. А сегодня вот именно за что французы, что французы думают о русских женщинах и в хорошем смысле слова. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть что добавить, то обязательно мне напишите, обязательно пообщаемся, это всегда интересно. Ну, я всегда говорю, что я никого не осуждаю, ни французов, ни русских, как многие мне пишут, что если я поднимаю какую-то тему, вот, например, недостатки французские и даже недостатки, а вот их такие странные привычки. И многие воспринимают это как критику и пишут мне, что ты там живешь, собирай чемодан и давай домой, да, в Сибирь. Но вы поймите, что, чтобы показать вам реальную жизнь, иногда просто-напросто нужно рассказать всю правду. Ну, а для Ютюба иногда нужно просто сделать немножко шокирующий заголовок, чтобы это видео, я думаю, многие знают кухню Ютюба, просто на начальном этапе смотрели. И, к сожалению, позитив, он вызывает меньше интереса, чем негатив. Это уже доказано на просторах Ютюба. Поэтому воспринимайте все с улыбкой, воспринимайте все просто как информацию и фильтруйте. Не нужно сразу все вот запечатали, и все плохо, и все не так. Просто давайте обсуждать, давайте общаться и напишите, какой у вас опыт. Что вы можете добавить по поводу того, что иностранцы думают о русских женщинах. Было бы интересно, наверное, сделать видео, что думают француженки о русских мужчинах. Процент русских мужчин и француженок, которые замужем за русским, намного меньше. Но все равно есть такой процент. И было бы, наверное, очень интересно пообсуждать на эту тему. Так что пишите. А я вас всех целую и обнимаю. И до новой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Всем пока. Продолжение следует.